Привет, друзья, с вами я, Триан. Сегодня будет видео, на каком этапе судебный процесс РИПЛ и ЦЭС, какой настрой у ЦЭСа и какие, как сказал бы Джереми Хоган, непрофессиональные действия делает ЦЭС. Мальчишки, девчонки, а также их родители, веселые истории, увидеть не хотите ли? Касательно РИПЛа. Интересный момент, где в судебном процессе опора поставлена на то, что РИПЛ продавала секьюрити, и те, кто это покупали, они покупали секьюрити, в таком случае обосновано то, что этот адвокат говорит, что окей, на 60 тысяч пользователей, они покупали секьюрити, и те, кто продавали им, они продавали секьюрити. Давайте это поставим в этот общий судебный процесс, потому что если со стороны РИПЛ, Фред Гарлингхаус, Крис Ларсон и компания РИПЛ продавали секьюрити, покупал экшенди или индивидуал, или компания, в чем разница, тут три или к этим трём, добавим еще 60 тысяч. Сразу осудим всех, потому что деятельность одна и та же. Здесь нету компания РИПЛ делает одну, а эти 60 тысяч человек и экшенди делали другое. Полностью обоснованно и полностью входит в этом судебном процессе. Совмещены эти двое. Но ЦЭС не берет факты, что это не надо делать, а опирается на твиты адвоката, в котором адвокат говорит, что ЦЭС – это кровососущий государственный коррумпированный орган, и добиться что-то от честного. В документах, в котором исключается возможность совмещения вот этого большого кейса в судебный процесс РИПЛ, приведен вот этот пример, твит, в котором он это говорит. Тут есть очень важный момент. Я могу сказать «то-то-то» – он коррумпированный ублюдок. В Госдуме, в этом государственном службе, если я называю имя, фамилия, меня могут засудить, меня могут отстанить, лечить лицензии, много чего. Но если я говорю «Госдума – полно ублюдков, ЦЭС – полно кровососущих ублюдков, все они коррумпированы с ног до головы», никто не может меня засудить. Потому что я никоим образом не обвиняю, и у меня нет претензий к кому-то лично. То есть я не играю с репутацией кого-то конкретного человека. Но если такого конкретности нету, никоим образом никакой суд не может взять мой твит, мое заявление, мое видео, и взять это как оправдание, что вот этого человека нужно исключить, и его дело нужно исключить. Так вот, этот адвокат и документ, когда смотришь, приведем копию твита, в котором говорится, что ЦЭС – это кровососущий коррумпированный орган. Опираясь на это, ЦЭС удаляет 60 тысяч людей, которые потерпели финансовый ущерб из-за действий ЦЭС. Удаляет вот такой большой кусок из дела Риппл. Если Герман Хоган это может формулировать как непрофессиональный подход со стороны ЦЭС, то я могу формулировать как… Ублюдок, мать-то, говно собачье. Посмотрим, получится ли составный Риппл получить полные открытые переписки Инмен или нет. На данном этапе, повторюсь, я ничего такого бум не жду, как настроен ЦЭС касательно криптовалют. Его поведение с Рипплом очень четко можно отследить то, что любое действие, которое делается с мыслью, что то, что я покупаю, оно будет расти в цене. В серии криптовалют будет направлено то, что ты покупал секьюрити, и тебе продавали секьюрити. Извините, я не знаю, человек, который купил бы биткоин или эфириум с целью, что оно упадет в цене. Или навсегда останется на этой цене. Такая стратегия – это призыв «Готовьтесь все». Зачем пойти по всем проектам одиночно? Сразу берешь биржи, и если проект хочет остаться в бирже, он будет платить. Легко и просто. Почему для ЦЭС сейчас отличное время зарабатывать? Потому что, с одной стороны, есть столетные законы, по которым новые финансовые инструменты, да, многие, можно поставить под конкретные категории. Но есть другие, которые не под одну категорию не могут со всеми функциями войти. Поэтому для новых вот этих классов активов нужно будет новые несколько законов, которые будут формулировать, что это, и как акция, как сырье или другое. Что это такое? Оно будет формулировано. Вот до момента, пока это будет формулировано, можно делать все, что хочешь, и тебя никто не остановит. Поскольку очень мало количества проектов, которые могут позволить себе тратить миллионы, десятки миллионов долларов на долгие судебные процессы. Для многих это будет стоить всего бюджета и компании, и проекта. Поэтому ЦИС, зная вот этот промежуток, будет грабить сколько может. Вот и все. Сразу платите всем. У нас мало времени. Я не знаю, два года или сколько. Коимбейс очень резко отреагировала, написав, у нас нету security. Это не про нас. Да. Или же они стали такие сильные, потому что почему так же не реагировали, когда... Ого, господи, убирайте эксорпию. Я лично думаю, что Коимбейс, это очень тесно связано с эфирю, и действия Коимбейс я не буду считать за отдельная нейтральная сторона. С одной стороны, в Америке бардак судебным процессом, кричащая непрофессионализм. Спасибо, Джейм Хоган, за слово. С другой стороны, компания Ripple не в Америке, отлично продвигается вперед. Я очень рад этому. Спасибо большое, увидимся. Спасибо. Спасибо.